МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. Студия Ольга Панова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как используют земли? Земельный вопрос сегодня обсуждали в Доме правительства. На Зарницу становись. В Чувашии открылись 45-е военно-спортивные игры Зарница и Орленок. Цивильские гуляния. Сегодня открылась Тихвинская ярмарка. Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, которое прошло в Самаре. В повестке дня вопрос развития местного самоуправления в регионах округа. По итогам заседания Совета будут выработаны конкретные предложения для всех уровней власти. Следующее заседание пройдет в сентябре в Чебоксарах. Михаилу Игнатьеву поручили возглавить организационную группу и готовить доклад по вопросу о деятельности органов государственной власти Приволжского федерального округа по реализации программ расселения ветхого и аварийного жилья. К новостям Республики. Один из сложных и острых вопросов сельского хозяйства сегодня обсудила специальная правительственная комиссия, которая контролирует эффективность управления государственным имуществом Республики. Речь шла об участках земель сельхозназначения, находящихся в общей собственности. Львиная доля их либо используется не по назначению, либо вообще не востребована. По этому поводу в адрес некоторых муниципалитетов звучат не только вопросы, но и нарекания. Проблема налицо. Из общей собственности лишь 37% земель имеют конкретного хозяина. Вопрос не просто актуальный, а злободневный. И находится он в зоне ответственности муниципалитетов. Если земли не используются, муниципалитеты вправе забрать их по суду, либо получить официальный отказ долевиков. Однако и тот, и другой способ используется недостаточно активно. Проблема невостребованности земельных участков остается. Всего у нас выделено 103 земельных участков. А случаев распоряжения было гораздо меньше. То есть эти участки уже есть в собственности муниципалитета, но продажи или передачи в аренду сельхозорганизации было случаев очень мало. Земельные участки ставятся на учет в государственном кадастре недвижимости, а право на них не зарегистрировано. Еще одна проблема, характерная для Чувашии. Если не удастся уложиться в отведенные законодательством сроки, то ставить на кадастровый учет придется заново. Представители районных администраций просят поторопиться, но и заодно с них спрашивают за огрехи в работе. Претензии к Аликовскому району. Он в отстающих. Но там свои оправдания, которые, впрочем, поддерживают коллеги из других муниципалитетов. Разные судьи, разный пакет документов. Порой доходят до абсурда. Приходится дожидаться нужного служителя Фемида из отпуска. При рассмотрении материалов принимают исковые заявления только индивидуально, по каждому лицу, не спискам. Сегодня мы по одному человеку готовим 6 пакетов документов. Один пакет документов состоит из 50 страниц. Значит, невостребованные земельные доли, которые сегодня не зарегистрировали, остались у нас порядка 9 тысяч. И вот переведя его на бумагу, это 500 тысяч рублей, только чтобы, допустим, закупить эти бумаги и выйти по обращению в суд по данным гражданам. Представители муниципалитетов ждут какого-то единого подхода. А республиканская власть вменяет им иждивенческие настроения и призывает действовать самостоятельно, если нужно выходить с предложениями наверх. Но не выжидать. Земля в сфере интересов как раз муниципалитетов. Сформирован участок – один из главных аргументов для инвестора. Почему такая ситуация? Потому что мне непонятно. Я могу только предположить, что вы приехали сюда, выслушали критику, смахнули все со штанов своих, вышли и забыли, что к вам по данному вопросу были претензии и поручения. Иного я вот не вижу. Если бы эта картина была по всем муниципалитетам, а тут были отмечены, там Канажский район, есть подвижки, там Яльчики, Комсомольский и так далее. То есть есть районы с другим результатом. Там люди другие живут. Там проблемы не схожи. Я могу предположить, что картина практически одинаковая. Все зависит от активности и авторитета, наверное, вашего авторитета в первую очередь на местах. Взаимодействие с главными поселениями. Нужны не затраты на бумагу считать, а работать, добавляет премьер-министр. Ведь расплатой становится уход инвестора из района, как в случае с Аликово. Нет нужной земли, нет и новых проектов. Аргументы на исходе. Региональная власть грозит наказать рублем. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня открылись финальные республиканские военно-спортивные игры «Зарницы и Орленок». Они проводятся в нашей республике уже в 45-й раз. На поляне Солнечной в Батревском районе собрались юноши и девушки со всей Чувашии. Они здесь будут демонстрировать не только ловкость и физическую подготовку, но и творческие способности и эрудицию. На месте событий побывала наша съемочная группа. Петь песни, разбирать и собирать автомат, быть сильным, ловким, смелым, да и к тому же с творческими наклонностями. Все это сочетается в юно-армейцах, которые приехали на Зарницу, себя показать и на других посмотреть. Это образ современного молодого человека, патриота и защитника Родины, считают организаторы мероприятия. Вы уже победители. Вы самые лучшие из лучших. Собрались сегодня на такое торжественное мероприятие. Вы команда. Вся надежда на вас, на молодежь. Вы наше будущее. Эта Зарница посвящена 100-летию со дня рождения основателя юно-армейских игр Анатолия Буханца. Чувашия – единственный регион, который ни разу не прерывал проведение Зарницы и Орленка. Ребята по 24 видам конкурсов соревнуются. Это военизированный лагерь. Поэтому тут дисциплина, порядок. Порядок именно военного лагеря. По команде подъем, по команде отбой. Мы сегодня присутствуем на гала-концерте, сказал военный комиссар Чувашии. Действительно, среди участников Зарницы только победители. Прежде чем сюда попасть, они соревновались в школах, районах. Борьба была нешуточной. Я знаю, что эти ребята, среди них не будут тех, которые бегают от армии. Вот в этом я абсолютно уверен. Это готовность быть первым из тех, кто встанет из окопа. Соревнования, я считаю, развивают меня и физически, и интеллектуально. Пока прошел только теоретический блок, и мне он очень понравился. Впереди у юноармейцев настоящее испытание на выживание. А команду победителя юноармейских игр ожидают и приятные сюрпризы. Сертификат на 150 тысяч рублей для приобретения спортивного инвентаря. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев, Республика. Из Москвы до Чебоксар на Сапсане. Госдума России одобрила проект по созданию высокоскоростного железнодорожного сообщения Москва-Владимир-Нижненовгород-Чебоксары-Казань. Правда, какой конкретно город фигурирует в проекте, Канаш или действительно Чебоксары, пока неизвестно. Новая линия свяжет Центральный, Приволжский, а затем и Уральский федеральный округа. Скорость дневных высокоскоростных поездов 200-400 км в час, ночных 140-200 км в час. Таким образом, до многих городов страны и столицы можно будет добраться менее чем за два часа. Финансирование проекта будет вестись на условиях государственно-частного партнерства. Государственный грант составит не более 70% от общей стоимости строительства. Новый состав Общественной палаты Республики второго созыва провел первое заседание. В рабочем порядке были утверждены четыре основные комиссии и назначены их председатели. Поздравить новых выбранных и поделиться опытом пришли представители общественности и власти. Среди гостей мероприятия была и наша съемочная группа. На первой встрече Общественной палаты второго созыва не разбирали вопросы и проблемы. Вместо этого члены палаты выбрали председателя палаты, которым вновь стал Леонид Шимин. Утвердили четыре основные комиссии и назначили их председателей. Комиссии остались те же, что были при работе палаты первого созыва. Среди председателей появились новички. Например, Алексей Судленков будет руководить комиссией по культуре и образованию. Мы есть некая организация, которая учитывает мнение общества и мнение правительственных органов, органов власти. И наша задача – доводить вот это мнение общественности, чаяния общественности, беспокойства общественности до органов власти, чтобы на основании чего органы власти, в силу своих полномочий будут принимать те или иные правильнички решения. Еще один новичок среди членов палаты – Олег Широков. Его делегировали представлять интересы научных кругов общества. Я связываюсь с деятельностью своей, прежде всего, деятельностью в общественной палате. Это как раз вот та самая, вот, может быть, несколько звучит по-простому, вот, это достучаться до наших заинтересованных органов власти для того, чтобы помочь науке. Заместитель председателя остался тот же, Светлана Лясина. На второй срок ее утвердили не случайно. Проблемы ЖКХ, которыми она занималась непосредственно, продолжают лидировать среди обращений граждан. Во втором созыве наша комиссия больше будет уделять времени работе с населением, круглыми столами, разъяснению сегодня всех тех документов, которые появляются в сфере, значит, вот, ЖКХ. При общественной палате будет организован общественный контроль в сфере ЖКХ. У нас сегодня очень большая работа идет по реализации закона федерального проведения капитального ремонта, поэтому работы очень много. Зазначением, вручением благодарственных грамот отличившимся и поздравлением коллег заседание не закончилось. Члены палаты поделились наболевшим. Мы фактически цифровали по разным направлениям, каждый сидящий здесь. Но когда коснешься вопросов подготовки на рассмотрение общественной палаты и самой комиссии, сразу встает вопрос, с кем же проконсультироваться? Кто же все законы аккумулирует по тем направлениям, которые ранее приняты, на основе чего мы должны подойти к рассмотрению этого вопроса? Я со своей стороны обещаю на комитет и даже и на сессию госсовета председателя комиссии и буду приглашать. То, что у вас нет работников, я с этим вполне согласен. Я вот эту идею поддерживаю. С тем, что проблем много и их нужно решать, согласны все. Осталось закатать рукава и совместно с органами власти начать работу. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня песнями и танцами открылась ежегодная Тихвинская ярмарка в Цивильске. Уже несколько столетий ярмарка не меняет свое местоположение. Площадь возле Тихвинского женского монастыря, как всегда, собирает народ со всех концов республики. Побывала там и наша съемочная группа. Традиционно на цивильской ярмарке можно не только посмотреть, но и купить эксклюзивные подделки местных мастеров, разнообразную домашнюю утварь, домашний скот и птицу. Торговцы мхом, живой рыбой, домашним скотом разместились на сельскохозяйственной выставке «Сельское подворье». Все четыре ярмарочных дня будет работать выставка продажи изделий народных умельцев в этнографической деревне. Мы ездим сюда, вот четверо нас, мы всегда 30 лет ездим в Цивильске на ярмарку. Нам понравилось тут, продадим, не продадим, нам очень нравится тут побывать. Ну, ничего, наши игрушки всем нравятся, мы продаем подешевле, чем в магазинах. Тут же можно будет угоститься национальными блюдами. На специальной площадке будут состязаться лучшие спортсмены района и республики. Различные аттракционы и игровые программы ждут детей в детском городке. Праздничное настроение также будут создавать и творческие коллективы республики. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Вот Никита идет и орешки грызет. Вот Никита идет и орешки грызет. Строжайшая секретность, серьезная охрана и никакой возможности попасть внутрь. Так можно описать обстановку на режимных объектах. Ну а в Чувашии в подобных условиях проходило мероприятие, которое изначально не объявлялось закрытым. Выборы ректора сельскохозяйственной академии. Сейчас решение принято, голоса подсчитаны. Однако страсти не утихают. О том, что в одном из ключевых вузов Чувашии будут выбирать нового главу, стало известно за несколько дней до часа икс. Информация появилась во многих местных СМИ, на официальном сайте самой академии и на портале правительства республики. В законодательстве Российской Федерации в уставе ВУЗа и положении о выборах ректора прописана гласность в деятельности комиссии и указано, что на всех заседаниях комиссии и при осуществлении ею работы с указанными документами, а также при подсчете голосов избирателей, участников референдума вправе присутствовать представители средств массовой информации. Однако на руководство ВУЗа законодательства Российской Федерации судя по всему не распространяется. Ни на выборы, ни на подсчет голосов никто из журналистов не попал. Нарушить обстановку секретности не смогли даже сотрудники полиции. Узнать, что же такого секретного творилось за закрытыми дверьми учебного заведения и почему открытое мероприятие превратилось в супер закрытое, мы попытались у руководства ВУЗа. Однако у победителя выборов Людмила Линник, видимо, после вступления в должность слишком много дел. Тем временем дискуссия по поводу избранной развернулась и на просторах благосферы. Господа, демократия и свобода выбора, о необходимости которой все время говорили демократы-либералы, свершилась. Яркий тому пример выборы ректора ЧГСХ госпожи Линник, которая до недавнего времени была олицетворением демократии и свободы на посту председателя Центра избиркома. Бесценный опыт, полученный на этой должности, был ярко продемонстрирован на выборах ректора и, как результат, полная и безоговорочная победа подавляющим большинством голосов. Стопроцентным собственником ЧГСХ является Минсельхоз России. Было бы очень странным, что хозяин не может назначить того, кого хочет на руководящую должность своей Академии. Я вообще против выборов конкретно в этом случае. Назначать должны просто приказом. Поверьте, эти результаты 90 за Линник, даже если и реальны, они просто выбиты из людей под страхом увольнения, исключения, оставления без жилья и так далее и тому подобное. Каждому можно найти свой ключик. Так или иначе, действия Академии будут оценивать в МВД Чувашии, куда с заявлением о препятствовании в работе и журналистской деятельности обратились представители СМИ. В настоящее время по данному заявлению проводится доследственная проверка в течение 10 суток, по которой будет принято процессуальное решение и заявитель будет уведомлен о принятом решении. Если будет возникнуть необходимость принять какой-то дополнительный мер, будут, конечно, направлены материалы, если необходимы, там высшедшие органы. Также, если будут приниматься решения, мы обязательно будем уведомить об этом прокуратуру. Ну, а наша съемочная группа продолжит следить за развитием событий. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Евгений Анисимов, Андрей Шоклев, Республика. Клопы атакуют. Как ни странно, но вопрос о том, как вывести клопов, остается актуальным даже в 21 веке. Чебоксарцы стали чаще жаловаться на этих насекомых в своих квартирах. На предприятиях дезинфекционного направления каждый день принимают 20-25 звонков от жителей столицы с просьбой избавить от непрошенных гостей. Домашние клопы это не те братья меньшие, которых мы с радостью держим в своем доме. Они селятся в домах, живут в мебели. Для людей такое соседство опасно. В организме насекомых долгое время могут сохраняться возбудители чумы, лихорадки, они же являются передатчиками вирусов гепатита. Сплеск пошел последние три года. Увеличение обращений граждан. К тому же мы сталкиваемся с этим не только в Чувашии, но и в Татарстане и в Республике Мариел. Пик обращений граждан в основном происходит уже в теплое время года. Весна, лето, когда температура воздуха повышается, клопы активизируются. При неблагоприятной температуре и недостатке питания клопы могут впадать в анабиоз. Вы можете принести клопов из гостей, можете принести в складках одежды, могут рабочие занести с собой, когда проводят ремонт. Они могут перебраться от соседей по вентиляционным шахтам, которые расположены в квартире. То есть никто не застрахован. И если проводить выборку по районам, то мы увидим, что количество обращений практически везде одинаковое. Какой район мы не возьмем. Специалисты отмечают, клопов вывести сложно, поэтому эту работу лучше доверить профессионалам. Они знают, как бороться с насекомыми, применяют для этого специальные препараты и обладают определенными навыками. Казачьи игры для современных школьников. Кадеты из Чувашии и Мариэл в эти дни соревнуются за звание лучших. Вместо сборки и разборки оружия мастер-классы по владению шашкой. Вместо спортивных эстафет джигитовка. Эти испытания для детей устраивают представители местной общины. На импровизированную казачью заставу сегодня заглянули мои коллеги. В масках и камуфляже вместо шашки в их руках автоматы с краской. Вот они, современные казаки. Они не проливают кровь в боях. В честь своей команды ребята отстаивают на поле для игры в пейнтбол. Лидеры на этих соревнованиях определились сразу. Марийские школьники два раза подряд захватывали заветный флаг. Но впереди главная битва полуфинал. Казаки вместе с капитаном планируют наступление. Или просто бегу на правом к флагу. Надо, чтобы прикрывали и сразу же открывали угол. На этих сборах все по военному. Подъемы, отбой по расписанию. Круглые сутки лагеря храняют те же казаки. Часовой Серафим приказы атаманно исполняет идеально. На территорию он отказывается пускать даже нашу съемочную группу. Говорит, что не положено. Будешь нас пропускать, нет? Если начальник разрешит, то да. Если нет, то нет. Если защищаться, конечно, будут, то применю силу. Лагерь кадетов неизвестные лица пытались захватить в первую же ночь. Такое испытание для молодых казаков устроили командиры. Нападающим ребята попытались дать отпор, хотя силы были и не равны. Схватку школьники проиграли. В этом бою мы проиграли, потому что не ожидали. В наш лагерь пробрались, выключили прожекты, зашли в штаб, то есть хозяйничали. Мы не уследили, не увидели. Кадетские классы с казачьим уклоном впервые собрались вместе на столь продолжительных полевых соревнованиях. Казаки с опытом обучают молодых военной науке. Настоящее мастерство порубить на две части пластиковую бутылку с водой. Когда в руках зажата острая шашка, возможно, и не такое. Необходимо лишь отработать удар. Обучают кадетов в верховой езде. В седле многие из них не сидели никогда. После такого урока школьники становятся полноправными казаками. Это движение в Чувашии набирает популярность. Миссия общины – воспитать из ребят настоящих защитников. Хотя по нраву это дело и девчонкам. Девчачьи, всякие. Это мне вообще не подходит, я как поняла. И поступать я буду в военное училище в Нижнем Новгороде. Казачьи объединяются. Казаков очень много сейчас по России. Также сейчас от западных границ до Тихого океана казаки везде. Везде общественные организации. Есть реестровые казаки, которые стоят на службе. Со скрипом, но это все идет, 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 идет. И служат казаки в армии, есть уже казачьи части. На этих соревнованиях кадеты сражаются за призовые места. Испытания сродни армейской подготовке. Те, кто выдержит и наберет больше всех баллов, уедет домой в звание абсолютного чемпиона. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Всероссийский Олимпийский день пройдет практически во всех регионах нашей страны. 29 июня в большинстве муниципалитетов Чуваши запланировано спортивное мероприятие в рамках 24-го Всероссийского Олимпийского дня, посвященного Олимпийским зимним играм 2014 года. В этом году программа Всероссийского Олимпийского дня в республике значительно расширилась. Как сообщили в Министерстве по физической культуре, спорту и молодежной политике республики, в районах и городах в этот день пройдут велопробеги, легкоатлетические марафоны, турниры, спортакиады, спортивные праздники и семейные старты. Всего запланировано 400 спортивно-массовых мероприятий. 29 июня мы всех приглашаем на Певческого Чебоксарского залива. Здесь у нас центральные события, центральные мероприятия, которые предусмотрены у нас проведение велопробега, чемпионата и первенства по баскетболу. И также у нас будет широкое такое мероприятие, приуроченное 60-летию образования спортивной ходьбы. 60 лет у нас в Чувашской республике развивается спортивная ходьба и вот у нас будет массовый заход, оздоровительный заход вокруг залива. Олимпийский день это не только спортивные мероприятия. В программе проведения в муниципальных городах, которые у нас я уже отметил 400 мероприятий, есть и конкурсы, и викторины, приуроченные истории развития олимпийского движения. Всероссийский Олимпийский день главный спортивный праздник этого лета, в котором смогут принять участие все жители республики, независимо от возраста, пола и профессиональной принадлежности. В частности, в Чебоксарах планируется провести республиканские соревнования по легкой атлетике среди ветеранов, состоится чемпионат и первенство республики по уличному баскетболу. Участники будут награждены дипломами Олимпийского комитета России и ценными призами. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы Республика. Ольга Панова, с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин